Для чего нужно тренировать английское произношение? Для того, чтобы понимать речь на слух и чтобы понимали вас. Звуки английского языка отличаются от звуков русского языка, особенно гласные и пять согласных звуков. Что касается украинского, белорусского, казахского и других языков, то глобальных отличий может быть и больше. В наших начальных уроках дикторы произносят фразы очень медленно и отчетливо, но даже такая речь многим людям кажется неразборчивой, потому что мозг настроен на звуки родного языка и не различает чужеродные звуки. Поэтому мы начинаем практику устной речи одновременно с тренировкой произношения. Пожалуйста, не переживайте, если у вас что-то не получается. Это нормально. Произношение не тренируется за час или за день. Это несложный, но немного длительный процесс. Просто в начале каждого урока 10-12 минут занимайтесь произношением с тренажерами, а затем старайтесь сохранять произношение во время всего урока. Если вы захотите дополнительно потренировать произношение, то, пожалуйста, это приветствуется. Welcome! Чтобы вам было легче привыкнуть к английскому произношению, разберем необходимые понятия. Посмотрите на картинку. Первое. Нижняя челюсть. Большинство английских звуков более энергичные. Если после занятий у вас болят челюсти, значит вы занимались успешно. Далее. Нижняя губа и нижние зубы. Надеюсь, они у вас в наличии. I'm kidding. Я шучу. А также в наличии верхние зубы и верхняя губа. Первое, что вам нужно научиться, это растягивать губы в улыбку. Улыбка важна для произношения гласных звуков и некоторых согласных. Вы думаете, почему носители английского языка так много улыбаются? Это у них язык такой. Давайте сделаем упражнение улыбка. Улыбайтесь чаще. Смотрите, это язык. Кончик языка и тело языка. Верхнюю поверхность языка называют спинка. У языка есть передняя часть, средняя часть и задняя часть. Язык может принимать разные положения. Он может быть вот так изогнут и вот так изогнут. Смотрите, в самом верху твердое небо и мягкое небо. Мягкое небо нам не потребуется. А вот то, что нам потребуется, это альвеолы. Это бугорки за верхними зубами. Представьте, что это верхняя челюсть. И вот здесь вот за верхними зубами находятся альвеолы. Найдите их, пожалуйста, у себя во рту при помощи языка. И чтобы хорошо почувствовать альвеолы, подвигайте кончик языка по этим бугоркам. В английском языке при произношении многих согласных звуков язык находится на альвеолах. Бугорки за верхними зубами. Следующее движение, которое вам понадобится, это научиться оттягивать язык назад. Для тех, кто не знает значение слова оттягивать, объясняю. Тянуть это передвигать что-либо в одной плоскости. Вытягивать это двигать вперед, оттягивать это движение назад, на себя. Не вверх, не вниз, а на себя. Если вытянуть язык вперед, то он длинный и тонкий и плоский. Когда вы оттягиваете его назад, то язык становится короткий и толстый. Вперед он длинный и плоский, тонкий. А когда вы оттягиваете его назад, он становится вот такой вот толстенький язычок. Внимание! Губы и язык могут принимать разное положение, как на этой вот картинке. Не волнуйтесь, я буду все объяснять, и наша актриса из Великобритании будет показывать. А диктор с высшим стандартом произношения все это будет произносить для вас. И постепенно вы привыкнете делать нужные действия. И последнее. В английском языке 44 звука. А английские звуки делятся на гласные, согласные и дифтонги. Дифтонг – это два гласных звука вместе. Например, первый звук всегда более сильный и произносится как бы с ударением, а второй звук слабее. Гласные звуки в английском языке могут быть долгие и краткие. Долгота в транскрипции обозначается двоеточием. Если неправильно произнести гласную, то может получиться грубое слово. Но есть такой нюанс. Краткое гласное может произноситься дольше, чем обычно, если слово стоит в конце предложения и на него падает смысловое ударение. Друзья, обязательно тренируйте произношение перед зеркалом. Итак, что вам нужно запомнить? Первое. Занимайтесь регулярно с зеркалом. Второе. Произношение тренируется постепенно. Процесс занимает в среднем от двух-трех месяцев до полугода. За этот период тренируется навык. Если вы очень способны и вам потребуется меньше времени, то я буду только счастлива. Ваш конечный результат зависит от вашей способности подражать, от старательности и стабильности. Да, надо стремиться к лучшему результату, при этом надо понимать, что ваши органы речи уже сформированы несколько иначе, чем у носителей английского языка. И акцент в той или иной степени останется. Это нормально. Не надо сердиться или переживать. Просто старайтесь стать лучшей версией себя. Третье. Главное, занимайтесь с удовольствием. Тогда вы достигнете лучшего для вас результатов. Итак, три важные вещи. Регулярно, постепенно, с удовольствием. Вам все понятно в этом видео? Если что-то непонятно или вы не нашли альвеолы, то посмотрите видео еще раз. Если вам все понятно, то переходите к разминке. Перед каждым занятием делайте, пожалуйста, короткую разминку органов речи. Это займет всего пару минут, но сделает тренировку навыка легче и быстрее. Редактор субтитров А.Семкин